О май гад. Привет, пашпиччики. Саша, расскажи нам, какое твое самое вспоминающееся свидание? Ему-то, конечно, очень хотелось. Ему-то горело? Какая, слушай, ушами такая, боже мой. Но хочешь, я тебе расскажу секрет? У меня все-таки могут быть коняск, у меня, господи, расположенность, правда? О май гад. Опять про детей. Аааа, поджимоты! Я действительно могу неэкологично проявить свои эмоции. Что за ерунда? Да, что это манипуляция или угроза? Решайте сами. Привет, красотка! Я тебя рада видеть на новой рубрике моего канала, которая, я надеюсь, что закрепится. И первой гостьей стала моя дорогая подруженька Катя. Поприветствуем ее. Я забыла, как дышать. Надо сказать, во-первых, мы это уже все снимали неделю назад. Все было то же самое. И мы собрались силами повторить это. Но в улучшенном формате, потому что вы можете наблюдать три ракурса. Да. Второй момент важный. О чем вообще эта рубрика? Мне очень хотелось создать что-то такое разговорное, близкое, теплое по душам. Когда вот я сижу, приглашаю дорогого мне человека к себе фактически на кухню. Мы сейчас сидим в зоне такой общей кухни. И болтаем обо всем на свете, обсуждаем какие-то важные темы, которые вы же нам, например, посоветовали обсудить. И это не формат интервью. То есть это не тот момент, когда мы там эксперты, можем давать советы. Или я раскрываю личность. Нет, это просто такой подкаст болтологии. Мне кажется, всем девочкам нравится что-нибудь такое на фон ставить, когда они готовят, красятся, делают чего-нибудь. Катя, я не дала тебе ни слова, ничего. Привет. Ты мне дала слово на прошлое в нашем видео, когда мы записывали. А, ну да, точно. Мне хватило. Там поговорила, ну и хватит. Да. Расскажи немножко о себе. Привет. Меня зовут Катя. Мне 30 лет. Я родилась и прожила в Екатеринбурге. Я замужем. У меня нет детей, но есть. Просто всем. Котик Томас Шелби. Моя основная работа, я маркетолог в IT-компании. Дополнительная работа SMM-менеджер. И третье мое любимое хобби, почти еще работа, это микро-мини-наноблог. О, это вообще так мило. Мне нравится описание у тебя в Инстаграме. Вот как-то так. Ты рада открывать эту рубрику на моем канале? Я очень рада, я немножко в шоке, что я открываю рубрику. Я знаю, это потом будет вопрос у меня. А, да. В общем, сразу немножечко по структуре видео. Что из себя оно будет представлять? Мы выбрали три интереснейшие темы для обсуждения. Три блока, тематические такие. И после каждого из этих блоков у нас будет небольшой интерактив. О которых вы узнаете попозже. Потому что не надо раскрывать эти карты. А пока мы можем чокнуться за начало. И второй дубль. До съемки. И новый 23-й год. 23-й год, да. За это время успел Новый год случиться. А мы все снимаем и снимаем. Да. Итак, наша первая тема, которую мы определили, это Новый год. Потому что это актуальнейшая тема. Она у нас вот прям на днях. Сегодня 3-й января. 3-й января. Да. Такая тишь в воздухе, спокойствие. Вот эта суета декабрьская заглохла наконец-то. Я, кстати, к тебе ехала, вообще машин не было. А, сейчас вообще какая-то вот просто пустошь, я не знаю. И как же вот действительно даже воздух другой по сравнению с концом декабря. Когда вот мы с тобой снимали 27 декабря. Мы как раз обсуждали вот эту суету, подготовку там подарков, всего-всего. И вот такое ощущение, что что-то произошло. Да, один день. Как много повлияло. Скажи, пожалуйста, как ты отметила этот чудесный праздник? Ой, хорошо отметила. А, ну вот и поговорили. Я тоже нормально. Следующий вопрос. Ну, на самом деле, у меня у подруги было новоселье. А, именно в Новый год? Ну, да, у меня получилось так, что она вот заехала в новую квартиру со своим женихом. Они сделали ремонт, они прямо успели. Вот прям последние-последние моментики у них были перед Новым годом. Прикольно. И вот мы пришли к ним на Новоселье-Новый год. Слушай, как же у них еще добавился, получается, стресс. А у них еще и день рождения будет вот сейчас у жениха как раз там 5 января, по-моему. То есть у них еще и праздники будут продолжаться. Я просто читала в одной книжке уровень стресса от разных событий. Когда рождается ребенок, типа, даже если это хорошее событие, такое, ну, какое-то радостное, оно влияет в целом на жизнь положительно, все равно уровень стресса, который испытывает организм, оно там забирает у тебя сколько-то жизни. Ну, примерно чему-то это равно. И вот как раз в топе стояли переезд. И ремонт. И ремонт, да. Но мне кажется, вот переезд немножечко еще важно уточнить, типа, из другой страны или в другую страну. Вынужденный переезд, да, то есть это иммиграция, это вот тебя выгнали, или ты пошел открывать новый для себя мир, город, и это совершенно другое, да, воодушевленное все равно состояние. Потом смерть близкого была, вот, рождение ребенка. И, короче говоря, я поняла, когда читала эту книгу, что за последний год у меня произошли все из списка. Да. Да. У меня нет. И значит, вы у нее дома. А мы у нее, да, я ходила, гладила ее стены. У меня вообще, у самых близких мне людей, там, в последние два года, какие-то невероятные преобразования с домом, покупка квартиры, ремонт. И я везде хожу, стены трогаю и говорю, давай домик, пожалуйста, чтобы все было хорошо, охраняй, даваем счастье. И так же мне подруга сказала, ну ты давай еще походи, мало походила. Это как раньше освещались. Ну да, да, ты знаешь, ты одновременно завидуешь и желаешь счастья. Ну что мы все обо мне-то, обо мне-то. Давай. Короче, вот я писала в телеграме, у меня перевернулись, перемешались все эти трое суток, 31, 1 и 2, они перемешались в одну семейную суетную тусу. Когда мы вот просто все время играем на столке, параллельно едим что-нибудь, параллельно гуляем, в минус 30, у нас же было вообще минус 30, мы ровно, конечно же, в самый пик холода, мы решили пойти на елку. Чуть не умерли все, потому что пока шли туда, мы такие на позитиве. Прямо на нашу елку, центральную. У нас елка, ты видела какая в этом году? Я там еще не была, посмотришь. Сходи, дорогая. Не, ну я там увидела, да, 29 градусов такая, нет, спасибо. Не, не, просто наш Екатеринбург в этом году празднует 300-летие, летом, у нас же там вроде праздник, и в честь 300-летия, видимо, решили показать силу уральской природы и поставить настоящую елку. Ой, сейчас настоящая, да. И она немного куцая, просто ее постарались по максимуму облагородить, я помню, когда мы заходили на елку, там очень много было китайцев, очень много было иностранцев, ну в основном китайцы, иностранцев очень много. И все просто приходят, ну елка, конечно, просто отстой, все, просто все, вот этот гул вокруг елки, я такая, ну блин, жалко, конечно, немножко ее, но, наверное, подержу. Она просто такая голая, знаешь, нам же все время ставили искусственную. Да, вот этот вот каркас. Огонечки. Да, огонечки, вот этот каркас, но он как бы создавал вот эту атмосферу какой-то величественной елки, но она была не настоящая, в этом году она настоящая, вот. Но на ней большие игрушки. Пытались спасти ситуацию, да. В общем, мы сначала отпраздновали в городе, позвали мою свекровь, мою маму, получается мы с Денисом и Ева, бедный Денис, четыре женщины вокруг. С другой стороны, в малине. Вокруг у нас была постоянно какая-то вкусная еда, у нас обе мамы в этом году отличились, одна там приготовила моя мама какой-то паштет с брусничным соусом. Потом еще Штоллен пирог из цитрусового. Короче, я не знаю, просто я пришла такая, селедку будем под шубой-то делать. А у них такие изыски, в общем, мы ели просто все время. Играли, гуляли, танцевали. А потом уехали в деревню продолжать это делать. Знаешь, некоторые уезжают в клуб вечером, под ночь продолжают тусить. Мы уехали в деревню. Там еще добавился лес, атмосфера вот этой настоящей зимы, знаешь, когда ты вот скреп, снег под ногами хрустит, скрипит. Скрепы. Тогда наши скрепы. И, короче, я поняла, что я так вымоталась за эти трое суток. Мы просто вчера приехали. Вообще ничего, по сути, мы такого не делали. Но просто от изобилия постоянных разговоров, обсуждений. Я просто такая, а когда будет момент, когда мы просто фильм посмотрим на диване? Вы посмотрели? Нет. Вчера Денис опять на Людовый городок с Евой поехали. Я их не поддержала. Я просто сидела дома. Мы за Новый год посмотрели, по-моему, четыре раза Пятого Гарри Поттера. Он просто у нас... Или Четвертого. Пятого? Он просто у нас... У Сника Скабана? Или Орден Феникс? Орден Феникс. Он просто у нас крутился, 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 крутился. Там же умирает Седрик. Как вы это как бы... Мы до этого момента, мы не успевали. А-а-а. Потому что я как не смотрела, снова начинался Гарри Поттер. Я смотрю на телевизор, снова начинается Гарри Поттер. Я говорю, почему он начинается? Это было забавно. А знаешь, о чем я хотела тебя спросить? Да. Ставила ли ты себе цели на 2023 год? Как ты вообще относишься к вот этой процедуре... Планирования. Целеполагания. Целеполагания, да. Ставила ли ты на прошлый год? Как вообще вот это вот у тебя все? Никак. Не ставила. Можно... Следующий вопрос. Просто, а ты знаешь... Я твой антипод. Просто... Да ладно. Мы ходили туда, мы делали это. Мы целиполагания такая... Нет. Можно я потру ваши стены? Уйду, пожалуйста. А что мы делали? Мы в четырех стенах, по сути, сидели. Только на елку сходили. Молодцы. Молодцы. Я не ходила. Я даже не салют, кстати, поленилась. Идти холодно было. Из окна у меня увидела. А мы тоже, мы были на шестнадцатом этаже, ухудрули. И просто все салюты района было видно. Ты такой, зачем вообще идти куда-то? Да. У нас тоже прямо во дворе вот с той стороны это просто... Там люди в очередь вставали. У них была очередь. Они как будто для нас. Мы такие все сели у окна. Мы как будто собрались на какую-то премьеру, а они для нас это все делают. Потому что ровно окна вот выходят, и там такая чистая часть, вот как бы площадь. И они просто по очереди свой поставили. Там каждый хотел свой поставить. Короче, прикольно. Ну, что тогда? Я тебе скажу. Про целеполагание, да. Ага. Нет. Я снова скажу. Ты не любишь... Почему, расскажи. Тебе эта атмосфера не нравится? Или ты не любишь от себя требовать что-то? Как это пояснилось? Ой, я знаешь, что я вспомнила? Я где-то вычитала, что надо написать 100 желаний. Да, прикольная практика. И это оказалось очень сложно написать 100 желаний. И я помню, что у меня было первое желание, это поехать к нашим друзьям в Сочи. А они развелись. И вот у меня тогда как бы этот список закончился на первом. Я такая, ой. И ты разочаровалась в этой идее? Я такая, знаешь, что-то как-то странно. А что с остальными так же будет? Не буду тогда. Прикольно. Ну, на самом деле, у них все сложилось замечательно по отдельности, к счастью. А в Сочи мы так и не съездили, кстати, с Вовой. Значит, тебе не надо привязываться к друзьям, вот и все. Логично, логично. В общем, вывод из ситуации. Нет, ну вообще, на самом деле, я просто такие цели, знаешь, сначала говорят, тебе надо эти цели сделать максимально понятными. То есть не стать богатым человеком, а заработать столько-то. Вот как понятно, чтобы мозгу было. Съездить туда-то. У меня становится так тоскливо, так скучно. И я такая, так что, да как. Я помню, я еще делала карту желаний. Угу, все мы делали карту желаний. Ну, кстати, вот я что могу сказать, в этот год я вошла в своей хорошей форме физически. Угу. Да. И ты это ставила на карту желаний? Да нет, меня просто на диету врач посадил. Я все пыталась это, знаешь, связать. Слушай, ну, получается, ты больше любишь жить в моменте, наверное, и делать что-то, когда уже по факту. Вот тебе захотелось, ты это будешь делать. Возможно, я больше расстроюсь, если мне не получится планы эти выводить. Я так и думала, что-то там кроется. Я начну себя кореть и к ним подбивать. А еще, насколько это точно моя цель? Ну, вот я, кстати, к этому так и отношусь. Вот ты правильно, как мне кажется, заметила, что когда что-то не случается, мы же вообще редко этим делимся, да, там все эти посты в Инстаграме почитать. Я стала успешной, лучшей версией себя, 100%. Ничего не пишешь, где ты там провалился, где у тебя что случилось. Я просто, когда смотрю, у меня не исполнилось. Это вообще каждый год у меня что-то не исполняется. Окей, я вообще не люблю, знаешь, что это вот третью форму. Я к этому не прихожу. То есть не исполняется, такое ощущение, что кто-то там покрутил такой. Исполнилось. То есть все равно это моя работа. Просто у меня в этот момент, когда я пишу эти цели, когда я пишу сферы жизни, расписываю все такое, мне как бы проще вектор направить, что ли. То есть мозгу дать понять, куда мы будем двигаться, где будет наш фокус внимания, от чего мы будем отказываться. Потому что частая проблема человека отказаться от большего, потому что все хочется как будто и это, и это, и это. И тогда вообще нигде у тебя прогресса нет. Ну, для меня, по крайней мере, так точно вот этот эссенциализм помогает в том, что ты просто распределяешь приоритеты и начинаешь бить в одну точку фактически. И вот тогда там есть продвижение, там есть твои действия. И вот когда у меня что-то не случается, я прям, это, во-первых, задаю вопрос, а это мое, не мое? Потому что что-то уже могло поменяться, это вообще нормально. Год прошел, и я такая, так и рада вообще. Рада, что там не получилось или не случилось. Плюс обстоятельства в мире, конечно же, тоже могут повлиять. Там, когда был год пандемии, как бы ты не навизуализировал путешествие, если вот было, например, просто сидим дома, границы закрыты, ну что ты сделаешь теперь? В общем, все, что от меня зависит, я стараюсь делать, а дальше такая, ну окей. Ну давай, вот ты будешь сегодня заполнять, да, свой год перед тобой, да. Вот я тоже давай заполню. Класс! И прикольно, мне нравится эта практика ставить точку к прошедшему году, потому что иногда бывает, ты вот в суете там салаты, подарки, дедлайны, а потом такой, так, год вроде закончился, а вроде что поменялось-то. И вот этой практикой ты как сначала, ты ставишь точку 2022, ну то есть уходящему, а для этого ты должен и поблагодарить его, и вспомнить какие-то моменты яркие, и неяркие, что тебя они чему научили. Так, например, наша съемка неделю назад, оказывается, в итоге привела к улучшениям. Ну как и все реально. Все, что не получается, потом, если ты из этого выносишь опыт, оно к улучшениям приводит. Ставишь точку этому году и как будто такой открываешься в новое. И сразу такая энергия, ну классно, классно. Ой, я знаешь, сразу вспомнила, как ты рассказывала, как долл это завязывает после рода. Да, да, после родовое пеленание. Да, 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 это уже про это. Как раз где-то видео я слышала, что девушка, не помню кто, извините. Не помню кто, не помню, когда, о чем вообще тоже. Но сам факт, что она рассказывала, что ей сделали вот это. Закрытие родов, да. И она говорит, это вообще просто невероятно. Ты просто заканчиваешь этап, говоришь ему до свидания, идешь дальше. Это классно. Вообще на такие, на любые, по сути, важные какие-то события, даже вот, например, встречались люди долго вместе. Это определенный этап отношений, это определенная энергия туда была вложена. Ну, например, они расстаются, даже все по любви хорошо, ну то есть, я имею в виду, по-хорошему. Остаются друзьями или неважно, как там. Но будто не залатано там, не зашито, короче, нету конца. И это тоже можно закрыть просто психологически. То есть, посидеть там даже самому, расписать, чему меня научили эти отношения, с кем я стал, как я стал, что я буду делать дальше. И вот для психики этого достаточно, вот этой точки. Она может быть вот такая любая, как в виде дневника, как в виде пеленания. Ну, короче, прикольно. Ну, все, продала мне. Да. Так, давай чокнемся. Чокнемся за уходящий год. Скажи-ка мне, за что ты его поблагодаришь? О! Поблагодарю за то, что мы живы. Это все-таки самое важное. Согласна. Я поблагодарю за то, что у меня есть семья, у меня есть любимые, дорогие люди, с которыми, несмотря на то, что мы очень по-разному можем смотреть на ситуацию, мы выбираем друг друга. Класс. Да. Потому что у меня все-таки прям вообще разные мнения ближайшего круга общения. Вообще-то, будем честны, я там прямо залезаю, знаешь, могу подковырнуть. Я хотя бы научилась извиняться, если я чувствую, что я перегибаю палку. Это очень ценный. За это. Ценный навык и ценная такая особенность. И 22-й год реально этому научил. Реально, внутри семьи вот этот микроклимат, это самое важное. И многие, кто им жертвует в пользу быть правым, теряют много, а потом приходят к тому, что не стоило оно того. Я еще поблагодарю 2022-й за то, что научил максимально ценить момент, ценить то, что у тебя сейчас есть. Потому что у меня как бы вместе с тем, что произошло в мире у всех нас, у меня еще вот замерзшая беременность случилась. И это тоже такой был момент, когда я начала ценить сильнее всего Еву и то, что она у нас сейчас есть. То есть я на секунду так подумала, ну погружаясь вот в эти чувства, то, что почему я, ну вот это вот все понятно. И вижу Евин рядом смех, там ее какие-то проявления, вот этот классный возраст тоже, там 3 года. Я понимаю, ну вот, вот туда надо фокусироваться. То есть чтобы просто оставаться живой, чтобы просто продолжать в настоящем все-таки себя ощущать, а не где-то в мыслях, почему, за что и в будущем, в прошлом. Она вот у меня прям так возвращала. 2022-й, мне кажется, он был вечным. Он вообще не мог закончиться. Но спасибо, что закончился. Да. Итак. Ты знаешь, как шутка, что ты просишь у Деда Мороза? Пощады. К нам Дед Мороз приходил. О, я видела, ну и как. Блин, какой он классный. Я бы не испугалась. В прошлом году испугалась. В том году, да, у нас очень был контрастный Дед Мороз. В том году и в этом. В том году это был какой-то подросток, который решил, видимо, вот так вот впервые в жизни заработать деньги, потому что он вообще не умел располагать там стишок, песню приготовила, выучила, готова. Я такая даже себя почувствовала, будто я в школе. А Ева, господи, два с половиной года, она такая, вообще какой-то человек в маске, у него видны только глаза. А я говорю, давайте к подаркам. Просто. Ну, то есть, как там подготовка, ты даришь, ты передаешь ему подарок, и потом он приходит с этим мешком подарков и дарит. И я поняла, что все, что он вот делал, вот это все его 15 минут представления, стоили хотя бы просто минуты вот этого подарка. Я говорю, давайте домой. А в этот раз какой же у нас был Дед Мороз. Он прям статный, величественный голос. И он играл от первой минуты до последней. Он, когда уходил даже по нашему коридору, к лифту, Ева попросила посмотреть в зрачок, как он уходит. И он так же шел медленно. То есть, он мог закрыть дверь и просто такой, а ну что, какой следующий вызов, да? И он просто пошел так же медленно, ступал этим посохом. И здесь тоже расположил там к себе, ну-ка покажи мне елочку, где моя любимая елочка. Она, знаешь, вот так вот, но расположилась. Мы с ними спели вместе песню, забыли обе слова, эту маленькую елочку, холодной зимой. Реально, я думала, я ее знаю наизусть, но нет. Я уже забыла. Вот, я только первый куплет, мы его просто повторили три раза. И все. А он был без Снегурочек? О, да, да. В том году со Снегурочкой, и Снегурочка просто все спасла. Она была тоже подростка, мне кажется. Ну, знаешь, это не подросток, конечно. Им 20 плюс, но, типа, 21, может быть, год, окей. Студенты. И она была хотя бы более живенькая. Она такая, ой, а что, а как эмоционально. И за счет этого она к себе расположила, плюс у нее лицо было открыто. Это, кстати, вот интересный был для меня вообще вопрос, как для мамы. Стоит ли Еву вообще погружать в чудо Деда Мороза, так скажем? То есть, насколько мы ее обманываем этим, но насколько... Вот я до сих пор верю, что он есть. Ну, как, дух Рождества. Подожди, подожди, то сейчас, на секунду, я тебе тоже что-то порушила, да, или нет? Ну, нет. Это, я понимаю, что это актеры. А, это все так далеко. Не, ну, знаешь, там просто приятно осознавать, что, например, в Великом Устюге есть настоящий Дед Мороз. Ну, что вот он просто в этом году чуть-чуть лажанул, не схалтурил. Не, ну... Для меня это тоже такое чудо, от которого не хотелось бы лишать. У нас сейчас будет интерактив. Да. Это... Прикольно. Короче. Нам поможет в этом плане игра Эки Воки. Это очень просто, вам не надо особо тут долго заморачиваться, чтобы понять. Суть в том, что ты объясняешь слова разными способами, и Эки Воки в этом помогает. Ты бросаешь кубик, давай бросай вот сюда. Четыре. Выбираешь вот эту карточку, ну, любую вот из этих. Эти под низы откуда-то вытащила. Жестами или чем? Да. Жестами? Да. Там есть два варианта, ты можешь как бы выбрать любой вариант. У нас есть минута времени. Песочные части, все серьезно. Можно, тут есть разные слова, тут разные способы есть объяснения, можно пластилина, можно нарисовать. Вот у тебя жесты. Да, у меня жест. Количество слов ты можешь показывать, ты знаешь, да? Все, классно. Начинаем. Два слова. Окей. Первое. Второе, хочешь объяснить из них? Маленькая, птичка, муха. Муха? Окей. Первое. Серьезная, грозная муха. Грозная, серьезная, а, существительная. Командир, муха, глава. Нет. Дирижер. Ты управленец. Командир, командир, да? Главная. Как еще объяснить это по-другому? Ворота. Президент? Муха-президент? Муха. Второе. Муха. А первое? Ну, блин, президент. Что это? Ты сказуемое показываешь? Нет. Существительное. Главная, командир, президент, что она делает? Диктатор, управленец. Время вышло, сори. Повелитель мух. Повелитель мух. Боже мой. Ну, вообще-то же, по-моему, книга есть такая. Я не знала. По-моему, то ли это книга, то ли повесть. Может, я ошибаюсь. Я знаю только блоха из таких насекомых. У нас, кстати, в прошлый раз тоже, помнишь, сонка была? Я вроде не люблю, что... Опять муха. И у тебя где-то там помечена эта карточка, чтобы мухами вести. Обожаю с мухами просто. Блин, такой непоказательный раз. Честно, у нас всегда отгадывается. Я тупая в этот ход. Нет, это я сложно показывала. Ну, повелитель, слушай, сложно. Ну да, как? Шесть. Короче, для шестерок, представьте, только есть отдельная колода. Выбираю. Тут есть разные способы объяснения, но это самое-то какое-то сложное. Прикол. Эмоциональный интеллект. В чем... Что, не любишь? Сложного? Ну, давай. А ты понимаешь, да, в чем суть? Суть в том, что я должна прочитать фразу вслух с указанной эмоцией. Здесь у меня указана эмоция. Ага. Ты должна угадать эмоцию. Насколько у тебя эмоциональный интеллект развит? У тебя. Я проявляю, ты эмпатична должна быть. Ладно. О, господи. Ну, ладно. Эмоцию надо показать. Давай. Включаем актерское мастер-соу. Страх. Что? Все? Я даже фразу не сказала. Да была фраза «одеть надежду, надеть одежду». Давай. Да какого хера ты уже подгадала? Ну, давай. Давай, я не смотрю. Смысл ли, не смотришь? Нет, ну, я считаю, это бинго, ты молодец. У тебя очень развит эмоциональный интеллект. Нет, просто у тебя страх развит. Давай выбирай свою карточку. Игры. А, давай. Так, я объясняю словами. Да. Готова? Подожди, я выберу. Выбери лучший. Ну, кстати, обе классные. Да? Да. Я в играх ноль полный вообще. Салочки знаю. И оки-воки. Здесь никто не другой не знает. Шашки, шахматы. Ладно. Ну, давай. Она раньше была на таком, на сером большом штуке. Там кнопочки надо было нажимать и собирать конструкцию. Да. А, это игра на компьютере и еще на приставке. Там машинки ездят. ГТА. Да, 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 да. Это когда раскладывают пассианс на компьютере. Косынка? Да. Это когда ты можешь выиграть миллион, но еще никто не выигрывал. Кто хочет стать миллионером? Нет. Нет, но вот это ты покупаешь билетик. Лотерея. Лотерея. Как это называется? Название у этого. Лотереяный билет? Нет. У этой организации или... Я не знаю. Что за реклама эта организация? Я даже не знаю. Ой, возможно, я не то сказала. Ладно, давай пропустим. Это можно? Давай, конечно. Это когда все угадывают, кто убил мирного жителя. Мафия? Да. Он такой складывается из многих... Конструктор, лего. Нет, как это? Квадратик. Квадратик это же не синоним. Квадратики разноцветные на нем. Пазлы. Нет, это одна сплошная штука. Ты крутишь. Кубик, кубик. Да, да, да. Все время вышло. Квадратик это же не однокоренное. Нет, нет. Квадрат и куб это разные вещи. Слава богу. Молодец, хорошо, пошла. Спорт лото было. Спорт лото я перепутала. Это, подожди, там где вот так вот мешают, да? Я даже не знаю, что такое спорт лото. В пакете, в мешочке, там эти доминошки. А, лото это да. Это там, где вот ты выставляешь себе такие картинки, и ты закрываешь цифры определенные бочонками. Вот, там бочонки вот эти вот. А спорт лото, это то же самое? Следующая тема. Спасибо, давай за хорошую игру мы выпьем воды. Пропаганда воды. Пожалуйста, набирайте с собой чан. Чан, бочонок. Следующая тема, которую я хотела бы с тобой обсудить, это отношения в браке. У нас с тобой обеих опыт очень, очень хороший. Хороший опыт. 12 лет в отношениях, 4 года в браке. Да? Ты за неделю ничего не забыла? У нас чуть-чуть поменьше получается. 6 лет в отношениях, 5 лет в браке, да? И все равно для меня, несмотря на то, что это там не 20 лет, не 30 лет, это хороший опыт, хороший такой, не знаю, хороший срок. Все равно, за который много чего всплывает, да? Да. Практически все всплывает. Вы все равно можете стать разными людьми, пойти в какие-то разные направления, меняться, жить, проявляться по-разному. И от этого, конечно, много разного происходит. И тем не менее... Вы вместе. В общем, да, все хорошо, да? Вы в целом находите какие-то точки соприкосновения. Вот об этом я хотела с тобой поговорить. О том, как удается вам в ваших отношениях сохранять близость и ее, наверное, даже преувеличивать. И согласна, что в целом с годами, ну пусть какая-то вот влюбленность и, может быть, яркие чувства могут пройти, но зато появляется какая-то глубина. Ну да. Ты как с целями на год. Как планируешь? Никак. Никак. Вы как живете? Да, нормально живем, ну как? Ок, все. Все хорошо просто. Ну правда, ты просто понимаешь, что в какой-то момент человек, который был для тебя совершенно незнакомым, он становится тебе самым родным. То есть самым близким. И знаешь, меня это удивляет. Более того, меня поражает, как если пара пришла к разводу с Женей, как потом они в одна часть становятся снова... ...с разными чужими. Я вообще не понимаю, как это происходит все в рамках двух людей, в рамках одной семьи. И одной жизни. Да, одной жизни. То есть я прям пытаюсь разобраться в этом. Это очень интересно. Как говорит у меня Вова, у меня муж зовут Вова, да, чтобы всем было проще. Если вы ругаетесь, не ругайтесь. Это его девиз наших отношений. Ты говорила в прошлом видео, что вы много говорите. Да, мы постоянно разговариваем. И это заслуга Вовы. Да, абсолютно. Ну как бы я не умоляю твоих вложений в отношения, но это классно, что он пришел к тому, что... Ну у нас сразу же так начались отношения. Он сразу сказал, что если какие-то есть терки, недомолвки, обидки, мы разговариваем. Да, это очень круто. Кстати, мы вчера поехали поздравлять его маму с Новым годом. Я села в такси, и у меня моментально испортилось настроение. Я не могу это объяснить, я просто села в такси, и все. Ну то есть я не знаю что, все было хорошо. И когда мы вышли из такси, все было нормально. Но когда я ехала в такси, мне было плохое настроение. Я не знаю почему. Мы выходим, и пока мы шли до мамы его, он мне говорит, так, что случилось? Ты резко перестала разговаривать. Ты перестала на меня смотреть. Что произошло? Господи, как это чувственно! Я такая, нормально, что остави меня в покое! Все нормально! А ты любишь вот это внимание в целом, что он может это замечать? Потому что, мне кажется, чаще всего мужчины этого не замечают. И потом женщина обижается на то, что он не заметил. Это вообще круглый какой-то ком. Ну он просто не может считать, когда мне надо, чтобы он обратил на это внимание. А он просто считывает. Да, да. А он видишь, просто он всегда считывает, он моментально видит настроение. Ну и я, конечно, знаешь, я обычно такая всегда, а то 5-й десант, а тут просто, представляешь, я молчу. Не представляю. Ты сразу думаешь, что-то не так, что-то сломалось. А я иногда могу сама не понять, что сломалось. То есть ты вот в тот раз тоже не поняла, что случилось, да? Ну я поняла, на самом деле я подумала, что я оделась не очень тепло, я могу замерзнуть. Что мне теперь делать? То есть я ехала, про это думала, переживала. А, и он мне еще говорит, правильно ли я понял, что я виноват, потому что я тебе не сказала, что ты оделась слишком легко. Я такая, да! Он такой, господи! Это вот вы умеете разговаривать. А знаете, знаешь, что у вас смешное? Когда мы одевались, он мне сказал, мы потом едем в парк, ты замерзнешь. Он сказал, что-то, да? Да, ты так поедешь. Я такая, да, конечно, я так поеду, все нормально. Когда я вышла, зашел до такси, я такая, о май гад. Все, я села в машину, про это думала, испортилась настроение. То есть он все это понял, просчитал. Мы вышли, он это осознал. Самое интересное, что, возможно, ты взгрустнула, еще добавила туда капли грусти, тот факт, что он был прав. И он заранее это предугадал, а ты не послушалась, потому что в моменте показалось, что будет нормально, но вот нет. Ну да, и ты знаешь, он все это проговаривает, и он все это говорит, и потом, ну так что, давай подумаем, как мы это сделаем. Я такая, ты можешь просто оставить меня в покое. Мне просто нужно пошеплиться чуть-чуть. Да. Ну да, знаешь, тебе такое настроение, тебе просто хочется, ну вот. Да, я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. И, ну и в принципе, все, мы разговаривали, все нормально. Но у него есть всегда запрещенный прием, он просто мне там потом уже в конце, ну давайте я пообнимаю, ну давайте я поглажу, ну что? Я такая, хорошо, позволяю. В общем, у меня всегда отношение к браку в целом. И к материнству, если там забегать вперед, то есть к таким фундаментальным вещам в жизни не было как к чему-то очень обязывающему, сложному, сковывающему. Почему я об этом решила сказать, потому что, судя по вопросам, которые мне поступают периодически, мол, как отношение не воспринимать как каторгу? И ты такой, ё-моё, а как так сложилось, что для вас это стало синонимами? То есть, насколько было, может быть, много либо установок до, либо в целом отношение к этому, что это, ну что, пожили для себя, а теперь можно и в брак вступать. Вот в моей жизни всегда было так, что если ты встречаешь того, с кем ты хочешь разделить свою любовь, приумножить ее, вместе развиваться, вам вместе круто. То есть, это всегда про плюс-плюс-плюс, а не минусы с твоей жизнью. То есть, понятно, это работа над отношением, все равно она происходит, все равно вы там как-то перестраиваетесь где-то, ищите компромиссы, и это все равно не всегда бабочки и радуги. Но при этом больше там все-таки профита для меня. Ну да, я согласна. То есть, и поэтому, наверное, из этого чувства и из желания, чтобы так было, рождаются способы уравновешивания вас в отношениях. Ну, например, как ты сказала, разговоры. Это вроде как такая простая вещь, но она вообще далеко не очевидная. Нас этому не учат, но лично меня точно не учили выражать свои эмоции, проговаривать. Экологично это делать, ну, хотя бы, да, хотя бы для начала хоть как-то, а потом уже стараться это делать экологично. Потому что вот мы с Денисом сейчас тестируем, уже довольно-таки долгое время, выражать эмоции через я-позицию. Когда ты говоришь, не ты поступил плохо, а мне было неприятно, когда ты так поступил. И, в общем, понимаешь, ты закрываешься каждый раз, когда чувствуешь претензию. От этого тебе хочется будто обратно вкинуть что-то, и конфликт так и не разрешается. И ты такой, да вот, а вообще ты вот это сделала. И ты такой, господи, так почему ты сразу там не сказал, что тебе это не нравится. В общем, когда ты говоришь через я, уже немножечко включается эмпатия у другого человека. И от этого отношения становятся более, ну, что ли, вы хотите помочь друг другу. То есть, ты понимаешь, что твоему близкому человеку плохо как будто бы. Ну, и ты хочешь помочь ему, то есть, он чувствует себя каким-то, там, обделенным, обиженным, каким-то еще от твоих действий. А не ты просто придурок и постоянно делаешь что-то не так. Вот, это многое, многое меняет, но мы учимся. Мы только учимся. Бывает по-разному. Ну, мы, кстати, так ни разу не пробовали. Получается, у тебя даже эмоции, да, ты можешь такая вспылить, а то тебе надо успокоиться и еще сориентироваться, сказать через я-позицию. Не, погоди, во-первых, себе самой признаться, что ты чувствуешь. Вот, это вообще для меня самое сложное. Ну, дети вот помогают, на самом деле, в этом. Когда я была еще беременна Евой, я читала Юлию Гиппенрейтер, очень мне нравится автор. И вот она говорила через я-позицию, объяснять ребенку свои эмоции. И таким образом он учится их для себя же тоже охарактеризовывать. Когда он в панике начинает не просто орать от того, что ему плохо, и он не понимает свои вот эти гормоны, чувства и все такое, а он начинает уже говорить, мне неприятно, мне обидно, мне грустно. Это такой ценный дар. Тебе реально будто раскрываются вот так карты, и ты такой, а, в этом дело? А не просто, да чертуй мною! А чтобы ему это объяснить, тебе же самому надо научиться. Короче, прикольно получилось. У меня к тебе еще интересный вопрос, такой актуальный в наше время. Как ты относишься к равноправию в отношениях? Может быть, вы придерживаетесь такого или нет? Патриархальный ли склад отношений там у вас больше? В общем, кто глава семьи? Вот это вот всякая такая вот интересная подробная штука. Расскажи. Ну, вообще-то у нас равноправие, потому что мы оба работаем, мы оба следим за домом. Но, кстати, у нас не было такого никогда, что мы сели, обсудили, кто из нас, какие обязанности в доме берет на себя. К счастью, это как-то само по себе разрешилось. И конфликтов на эту тему нет. Вообще никогда не было. Мы просто оба не любим прибираться. Мы оба не планируем, не любим прибираться. И как вы разрешаете эту... Ну, просто кто первый увидел, тот мое. Обалдеть. Это ты мне говоришь, что мы осознанные, мы можем увидеть одну и ту же кружку. И, знаешь, вчера было, это просто трэш. Она здесь завалена была все. Денис такой, ну, может быть, мы... Я говорю, клининг завтра придет нахрена. Понимаешь, настолько я... Ну, у меня, на самом деле, вот вообще с Нового года мы тоже... У нас прямо посуда, посуда. Мы либо едим где-то, либо... Ну, я не хочу этим заниматься. И когда я к тебе пошла, Вова такой... Ну, я хотя бы приберусь спокойно. Я говорю, спасибо. Спасибо. Ну, в общем, вы как-то это чувствуете, видимо. Ну, да, у нас один прибирается, другой тоже прибирается. Что ты еще делать будешь, если я первый прибирается? Ну, это прикольно. Потому что, мне кажется, когда не происходит вот такого безоговорочного согласия, тогда возникают где-то конфликты или недомолвки, типа, ну, вообще-то я больше, я там делаю, еще вот это. И тогда все равно вы должны прийти к системе. Ну, чтобы как-то жить не в конфликтах, типа, постоянно. А почему ты здесь не сделал, ты там не сделал. Ну, в общем, вы разделяете тот момент, что раз вы оба работаете, значит, вы делите быт пополам. Нет такого, что женщина и работает, и должна готовить тогда стирать, убирать все на тебе. Да, ну, у меня были периоды, когда я не работала, и, конечно, дома было очень чисто, всегда приготовлено. И я говорила, это демо-версия жены, если хотите продлить, я могу дальше не работать. Попа сказал, пожалуй, мы заканчиваем, выходи на работу. Прикольно. Ну, любая... А ведь, действительно, для некоторых мужчин ценнее, например, всегда там идеальная уборка дома, идеальный чистый вид, всегда еда горячая на столе. Но при этом, чтобы был доход только от него. Ну, кому-то это вот прям... и женщине это ок. Я сейчас, знаешь, кстати, вот ты говорила про споры, про то, что разговаривать. Мне кажется, что если у вас фундаментальные какие-то базовые ценности... Не совпадают, да? Да, не совпадают, вам даже разговоры могут не помочь. То есть, в принципе, вы понимаете, что вы в разные стороны идете. А я тебе, знаешь, что скажу? У нас же с Денисом, знаешь, как было? Мы поменяли вот отношение к вот этим фундаментальным вещам в процессе брака. Точнее, так сказать. У меня они поменялись, Денису пришлось подстроиться. Вот так. Помнишь, как мы с тобой пошутили? Что это манипуляция или угроза? Решайте сами. Это был такой момент, честный довольно-таки. Во-первых, надо понимать, что я вышла замуж, да, птичка молодая, 20 лет. То есть, какие там у меня могут быть фундаментальные ценности на всю жизнь? Когда ты берешь девушку замуж, которая моложе тебя на 10 лет, я считаю, ты должен быть готовым, что у нее впереди трансформация. Вероятно. Ну, то есть, ты с 20 до 30, по сути, такой, ааа, что в жизни вообще происходит? А где в этом месте я? Где в этом мире я? О чем я? Да, потому что в 20 лет мне могли, там, две лекции включить о том, как надо. Какой-нибудь чувак, я не знаю. И я такая, окей, так надо. А могли накапать любимый, там, любимый муж мог накапать свою информацию. Я такая, окей, так жить правильно, тем более, раз ему 30 лет. И в процессе становления, в процессе формирования нашей семьи, мы ушли от патриархальной системы отношений к равноправию. Ну, потому что вначале он, в принципе, зарабатывал больше, он тебе больше давал, и ты от него зависела в какое-то время. Знаешь, так было, да. Я будто отдавала свою энергию как раз вот домом, да, уютом, чем-то еще. Но потом мы оба стали замечать, что там, вот я развиваю свои деятельности, и я самое главное, что не могу не развиваться в этой деятельности. Я понимаю, что я не могу не заниматься своим делом. И я это поняла, будучи с ним, что какой бы я классная домохозяйка не была, даже если бы у меня были, я не знаю, вот все деньги мира, и мне бы их обеспечивал муж, и я бы только выбирала вот сюда хочу полететь, здесь выбрать, это купить, я бы сдохла от скуки, потому что я сама ничем не занята. И мне нравится то, что я могу отдавать что-то миру, заниматься чем-то для себя. У меня нет от этого лишних каких-то навязчивых мыслей, потому что я даже не представляю, как бы, что может родиться в голове у человека незанятого. Это же капец, это же прям, это наказание, я считаю. Опять же, все равно, я, конечно, не была домохозяйкой, но я думаю, поэтому-то и начались эти курсы, то есть, поэтому они и стали покупать домохозяйки курсы, потому что тебе надо что-то делать, ты не можешь. И недаром, да, есть там разные, не знаю, макраме, вязание, все это, потому что тебе нужно чем-то заниматься. И вот часто, кстати, такое происходит, что из какого-нибудь маленького хобби у девушки потом, ой, а я же могу свое макраме или там свое вязание выставлять на вайлбриз или что-то еще. А потом там за этим уже идут какой-то мини-бизнес, и вот у нее есть свое любимое дело, и тоже там, получается, в системе отношений нужно подстраиваться под это. То есть, где-то уже женщина, возможно, не захочет стоять час у плиты, чтобы был обед на 15 минут, который потом опять надо час отмывать на кухне, она такая, за эти два с половиной часа я свяжу себе вот это, вот это, вот это продам и реализуюсь как бы для себя. Короче, благодарность Денису, что в целом он пошел на компромисс на решение вот этой вот небольшой загвоздочки, все равно в какой-то момент она для нас не была такая загвоздочка. Это была такая фундаментальная штука. Простите, меняется то, вот ты взял человека одним, а он такой, а я так не хочу, спустя два года такой. И вы понимаете, если вы хотите быть вместе, если вы хотите дальше развиваться, и ты хочешь действительно, чтобы человек твой был счастлив, а не выполнял какую-то роль, которой он был приписан, да, или которая к нему была приписана, то ты идешь на уступки. И сейчас уже нам настолько ок, настолько комфортно, что мы даже не понимаем, как можно быть по-другому. То есть, где-то закрываем глаза, где-то перестраиваемся, где-то вместе работаем, где-то вместе делаем бытовые штуки, вместе воспитываем Еву, воспитываем, я сюда вкладываю и время проведенное, да, и какие-то бытовые дела. Вот так нам получается органично легко. Да, ну, знаешь, еще, я даже спрашиваю что-то у Вова, например, я хочу заниматься самореализацией в плане тоже блога, да, и вот за что ему спасибо большое, он всегда говорит, как я могу тебе помочь, ну, что тебе нужно. Или ты-то мне говоришь просто, чтобы поделиться, или ты от меня какой-то ждешь помощи. И это вообще, правда, тоже ценно. То есть, он не говорит, господи, пожалуйста, ты можешь вот пойти там, посидеть где-нибудь, ну, там, посуду помой, ну, чем-нибудь займись нормальным. А то есть, он сразу же пытается найти какие-то пути решения. Ну, вот он поддержал, получается, твою... Это же твоя идея была, снимать на YouTube-канале? Я даже не знаю, что она, может быть, наша общая идея, наша из разговоров родилась. Ребята снимают на YouTube-канале выпуски про недвижимость Екатеринбурга, потому что вы решили, как я поняла, сами искать для себя жилье. И решили, а что, если искать, то не снимать. Что, и почему бы не показывать? Это прикольно. И уже, уже были первые фанаты, которые... Где вас встретили? В Ельцин-центре. Ну, это люди, которые уже... Ты им помогла чем-то просмотреть, потому что я, на самом деле, таким людям тоже была очень благодарна, когда мы сами выбирали квартиры. Это тоже... Че? Передовой город. Какие районы в этом городе? Я не знаю вообще. Я не знаю, где преимущества. И вот люди за тебя ходят, видят какие-то минусы, плюсы, подводные камни и говорят тебе об этом. Безоплатно. Ценно. Да. И вот он тебя тоже в этом поддержал. Ну, и вообще все твои тики-таки... Да, и я тебе скажу, больше тики-таки он меня заставлял снимать. Ты самый первый. Он мне говорил, ну, давай, давай. Я такая, что за ерунда какая-то. При том, что у меня сюда тики-таки... Вот я, например, открываю мир чудесных тики-таков. И там всегда... И там всегда сплошная эстетика, очень красивые кадры, знаешь, там разноплановость, все там у них свет. И я такая... Ну, там, знаешь, не про эстетику, не про красоту, а вот что-то вот... Харизмой ты берешь. Дичь. Ты харизмой берешь, во-первых. Дичь. Да. Повторюсь, ты харизмой берешь. Да, дичь. И, знаешь, я сразу-таки думаю, так странно. Ну, то есть у меня как будто в голове что-то ломается, потому что меня же учили там девочкой быть. Все должно быть через красоту. Вот это все, а не как я там снимаю, как мне мороженка там в рот не попадает, еще что-нибудь. Ну, знаешь, какое-то такое неприятное. Ну, люди любят трэш, тоже я тебе скажу. Да, но это как будто у тебя в голове что-то ломается. И вот и у меня Мова, он мне всегда говорил, давай что-нибудь, тебе же там нравится, как-то смешно, там, шутишь, давай. Я такая, ну, это же классно дома у нас, там, или с друзьями. А вот и нет. А вот, ну, и это надо просто все делать, да, выкладывать. И в отношениях, наверное, классно, когда ты поддерживаешь. Да, я вообще, это капец какой-то. Даже если идея, ты понимаешь, что идея прям очень странная. Ну, ты хотя бы можешь сказать, что я могу сделать, что ты от меня ждешь. Или просто даже. Ты молодец. Да, я в тебя верю, хорошо, что у тебя появилась такая идея. Ну, это прям, да, фундаментально, конечно, важно. И к этому, опять же, если этого нет, к этому можно прийти разговором. Ну, то есть, что мне было бы приятно, если бы так было. Или если бы меня поддерживали. Потому что, ну, не всегда идеально. Вот, да, у вас сложилось, что это хорошо, что Вова это считывает, например, и он готов помочь. А в некоторых отношениях, ну, реально, мужчина будет такой. Слушай, какая-то реклама Вовы получилась. Где найти мужа, как Вову? Да. Расскажи мне, знаешь, про свое самое запоминающееся свидание в жизни. А вот мы, в принципе, и ушли от темы идеального мужа. Ой, ну, не знаю. Ну, давай я расскажу про свадьбу. Свадьба-свидание? Свадьба-свидание. Давай, расскажи. Давай. Как это было? То есть, ваша свадьба? Знаешь, наша свадьба, она как бы не свадьба в традиционном смысле. Ой, это тоже прикольно. А свадьба-свидание. Я могу рассказать с самого начала. Я родилась. Да, да. В общем, у нас не было как таковой большой, невероятно красивой свадьбы. Но был какой-то веселый эксперимент. Наверное, так можно сказать. Эксперимент, который длится 4 года. Эксперимент, который длится уже 4 года, да. В общем, я долго ждала, что у него возил предложение. Я ему намекала, говорила, устраивала истерики, разговаривала. Через я позицию передавала. Не шло, не работало. Я ему говорила, он такой, будет? Катюш, все будет. То есть, для него это просто было не таким важным, да? Ну, он мне говорил, какая разница, мы же живем и так, ничего не изменится. Я такая, изменится. Спойлер, конечно, не изменилось, но все равно тебе, знаешь, психологически, ты понимаешь, что ты чувствуешь себя более уверенно. Я даже, да, я не знаю, как это работает, но как это работает. Да, ты просто знаешь, что... Такой, закреплены. Все, да, он тебя выбрал. Вы в присутствии незнакомой женщины подтвердили. Да, 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 вот все какие-то интересные штуки. И все, ну, то есть, знаешь, хотя бы бюрократически, если что, он твой муж. Да, да. Тебя к нему там пустят, его к тебе пустят. Да, 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 да. Куда пустят? Куда-нибудь. Ну, ты знаешь, мне все равно приятно понимать, что вот у тебя муж не какой-то там сожитель. Да. И, в общем, мы одни раз сидели в кафе. Я сказала, ну, так ты на меня женишься или нет? И он такой, ну, если так вопрос стоит, наверное, да, я говорю, я уйду иначе. А он мне подарил до этого книгу Лобковского. И вот Лобковский там говорит... Хочу и буду, наверное. Да, если что-то хочешь, будь. Говори, да? Говори. Ну, слушай, он истину, да, вот сказал тоже. Говори просто открыто. У него, конечно, тоже есть перегибы, нельзя все принимать за чистую монету. Ну, благодаря Лобковскому я замуж вышла. Реклама всего у нас. И можно в этом видео. Да, ну и, в принципе, я сказала, Вова, давай уже все, нам надо замуж. Жениться. Нам надо замуж. Нам надо замуж. Тебе и мне. Да, и он сказал, ну, хорошо, давай прям. Это был наш отпуск. Мы были в своей компании. У своей компании был день рождения. Мы участвовали в лотереи, выиграли пиццу. И вот мы идем с пиццей из своей компании, заходим в ближайший ювелирный. Купили кольца. Вова купил себе за 600 рублей какое-то серебряное. Мне купил, я не помню, белое золото, по-моему, но у нас было дороже. А, вы хотели именно, чтобы по цвету совпадало, да? Ну, я просто, да, и... Таким образом, у тебя серебряное золото, а у него серебро. Нет, я просто не люблю желтое. Желтое не любишь? Да, а оно вот белое. Держи. А серебро за 600 рублей? Держи. Слепит, убери эту. Ну, просто на мне я его не вижу. Ну, поняла, да, есть холодное, есть теплое. Это действительно вот кому-то нравится, кому-то нет. Мне вот только желтое нравится. Я прям серебро, мне все, что не дарили. И Денису тоже говори открыто. Однажды купил дорогущие сережки, белое золото. Я говорю, давай пойдем сдадим. Я не ношу его. Ты теперь знаешь, мы поговорили. Мы сдали. Деньги, нал, все хорошо. Ты как и скажи, что деньги просто хотела? Сколько они могут стоить? О май гад. Ну да, и вот он тоже не знал же. И я пришла домой, не раздеваясь, верхнюю одежду, не снимая быстрее на госуслуги, пока не сорвался парень. Попросила отгул на работе. И был ужасный ливень, была ужасная плохая погода. Вообще, ну это было лето, конец июня. И мы пошли в ЗАГС. Мы взяли неторжественную регистрацию. То есть кроме нас никого больше не было. Кстати, до сих пор получаю... От бабушек? Нет, от баб... Кажется, я еще... От подруги. И когда мы с ней были маленькими, оказывается, я ей пообещала, что она будет моей свидетельницей на свадьбе. О май гад. Я забыла, извините, и до сих пор... Это подруга детства, к которой ты на селе ходила? Да, да. И вот, кстати, она в этом году, я надеюсь, что выйдет замуж. И... Расли, она мне нужна. Отомстить. Отомстить, скорее всего, мне. Не, ну вот, кстати, ну, когда мы уже женились, не было уже свидетельницей. Я тоже, кстати, не поняла. Нам уже не говорили вообще этих вещей. Это уже ей не нужно. Они даже подписи не ставят. Да, да. Да, вот эти подружки-невесты, они, слушай, многое даже значили свидетели вот эти вот. Они же потом должны как свидетели семьи быть. И если что, они такие люди, которые ваши конфликты будут разрешать, пытаться вас, короче, сохранить брак. Интересно. То есть у них не просто смысл в том, что он расписался. Это не какой-то чувак, которого ты вчера узнал. Они должны быть за сохранение вашей семьи. Вот знаешь, вот я сейчас пытаюсь вспомнить. Все свидетельницы, их же в основном, как это выбирает невеста, свою подружку, которая, возможно, еще не замужем. Это парень, вот он, скорее всего, у него будет уже другой мужчина. То есть такая система странная. Да, я такой, я свидетель этих ребят, но... Я их один раз вижу, да. Вообще какое-то. И мы с Вовой пошли, расписались. Даже, кстати, у нас с ним был спор, потому что у нас эта прекрасная женщина стала нам говорить про лодки, которые идут в бухту любви. Я сказала, вы кольца будете надевать? Она сказала? Да. И мы такие хором. Я говорю, да. Вова такой, нет. Я такая, в смысле нет? Он такой, зачем? Мы же просто расписываемся. Она такая, так будете или не будете? Я говорю, будем доставать? Он такой, нет, не будем. А зачем он тогда их покупал, если... Ну, типа, зачем? А он и не носит. И мы с этим кольцом, ты знаешь, что, раз это же все не торжественно, можно кольца не надевать. И они действительно можно там и не надевать друг на друга. То есть на этой церемонии, ты можешь, просто вас объявляют. Просто вся моя система рушится. Вы подпись ставите и уходите. Все. Ну, это такой момент... Нет, ну мы кольца-то достали. То есть он такой, ладно, ладно, ладно. Пусть я их дома забыть. И потом мы пошли в Макдональдс, позавтракали. Очень вкусно было, кстати. Люблю Макдональдс. И сейчас Макдональдс у вас, наверное, какая-то мини-ассоциация такая все равно приятная есть, да? Ну, сейчас уже нет, но раньше было. Потому что... Почему в этой истории все ванильные моменты, которые можно усилить, ты просто рушишь нахрен? Такая кольца, к черту их! Просто это милый момент. Кстати, я вот заметила, что я часто такое очень так срезаю. Срезаешь, да? Почему-то. Я пытаюсь, короче, везде приумножить. Ты знаешь, такая... Это был знак. Я, кстати, очень люблю символизм. Да? Да, я прямо обожаю. Я везде нахожу знаки. То есть мне это нравится, что-то притягивать к чему-то за уши. Прям обожаю. Прикольно. А вам это тоже нравится? Это относится к знакам зодиака. А, эзотерическая штучка немножко. Все, 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 это ерунда. Ну да, я тоже таким страдаю. Опять же, знаешь, когда мы ездим, вот, например, в Солнечном. Там все улицы очень классно называются. Лучистая, счастливая. Там, по-моему, чемпионов. То есть, представляешь, и ты живешь на улице счастливая. Вот, ну вот как? Классно, да. Это же намного лучше, чем на улице, ну какой, красных борцов. Ну, это просто, знаешь, она такая воинствующая. Ну, да. То есть у тебя ничего такого веселенького. Энергия. Или индустрии. Ну, я сейчас по Уралмашу пошла. Ну, давай, назовем какой-нибудь. Пархоменко. Я в Тагиле жила на улице Пархоменко. Это просто в честь имени человека, очень значимого для нашего города. Тебе рассказать про мое самое запоминающееся свидание? Да. И мы и так и будем молчать на эту тему с одной стороны. Простите, пожалуйста. Саша, расскажи нам, какое это самое запоминающееся свидание? Какой неожиданный вопрос. Благодарю за него. Я, кстати, хочу рассказать о другом, потому что я тебе рассказала про Теплицы 1, а я тебе расскажу про Теплицы 0. Это и раньше произошло. Сейчас я тебе все расскажу. В общем, однажды, когда мы с Денисом еще не были вот как официально вместе, то есть мы, это был такой конфетно-букетный период, когда вы явно нравитесь друг другу, но не было вот этого «ты будешь моей женой». Ой, окей, девушкой хотя бы. То есть в отношения, да, вошли вы когда уже. Получается, как произошло-то? Ты же знаешь, что он основатель суперглазок был, линз. И мы с ним именно так заколлаборировались, работали определенное время вместе. У нас были сугубо рабочие, переходящие в личные, нарушающие все границы отношения. Потому что в какой-то момент, вместо того, чтобы просто ему прокомментировать мое видео, которое я сделала, потому что по работе должна была сделать это видео с линзами, он там минут на 10 мог записать сообщение о том, какую энергию он почувствовал, что про меня. И я такая слушаю ушами, такая, боже мой. А мне еще его голос безумно нравился. Когда Денис в Телеграме общается с кем-то до сих пор, у него божественный голос. Это что-то другое. В жизни он общается быстро, таким обычным своим голосом. Тоже любимый, конечно, мой голос, но там это было что-то. Я реально включала и просто вот так вот. И вот в этот период, теперь ты понимаешь, когда бабочки у меня тоже уже витают, он сам из Челябинска. И вот однажды я к нему приехала в Челябинск. До этого он приезжал ко мне все в Якат. И тут такая я, а что если мне тоже? Чужой город для меня, да? Мне 19 лет. Я сажусь на Бла-Бла-Кар, еду в Челябинск. У нас в планах было поселить меня в отель отдельно, то есть как бы все нормально. Пойти, поесть роллы, погулять. И было что-то, что было мне неизвестно. Он сказал, мы поедем в интересное место. При том, что этот был период, мы не целовались, мы не держались за ручки. Мы просто как будто все это время... Да, я со всеми своими сотрудниками так себя веду. Ты блогер моего канала, поэтому я тебе решил показать ночью теплицы Челябинска. В общем, суть в том, что мы поели роллы, поговорили и поехали в какое-то интересное заброшенное место. Попахивает интересненьким. Да, но мне, кстати, ничуть тогда не было страшным. По сути, если подумать, рядом со мной чувак почти 30 лет. 29 ему тогда было. Я в чужом незнакомом городе, в каких-то гаражах. Не, ну вы же уже общались. Конечно, это вообще, ну, все там понятно. Суть в том, что мы подъезжаем к какому-то дому, и он такой, нам наверх. Я говорю, отлично, где лестница, что-то? Он говорит, вот она. И показывает лестницу поверх дома, пожарную лестницу, которая ведет на третий или четвертый этаж. Чем ты была одета? Конечно же, очень красиво. В юбке, в сапогах. И он такой говорит, ну, у тебя только эта одежда с собой. Такие вопросы. И мы полезли. Но я такая же, как. В общем, мне сложно по жизни сказать, что я чего-то не могу или не сделаю. И тем более, когда передо мной квест залезть на крышу и там что-то увидеть, я сразу такая, наверное, там какое-то свидание с живой музыкой. И при этом, я вот так лезь по пожарной лестнице. И вот тоже с контрабасом, знаешь, такой лес. С аксаконом. И, в общем, я залезаю на этот верх и вижу ни хрена, ничего, там, ну, то есть вот так заходишь, такой. Где музыканты? Да, просто там. Свечи где? Крыша обычная, там дымоход какой-то или что-то еще. Такая, наверное, что-то дальше. Какое-то будет объяснение. Я залажу. И действительно, мы подходим к краю, и нам открывается вид красивых теплиц. Теплицы – это то место, где выращиваются, например, все помидоры для Челябинска или там какая-то зелень. Ну, то есть зимой они их подсвечивают, чтобы и ночью они росли. Как будто имитация круглогодичного, круглодневного, в общем, солнца. И это было действительно красивое зрелище, потому что вокруг нас все горело внизу. И мы были чуть-чуть на возвышенности, и там ходил охранник, и было ощущение, что мы что-то нарушаем. У меня, знаешь, у меня этот вопрос. Вот я у тебя второй раз записываю, и у тебя вторая история про теплицу. Мне интересно, если я приду еще раз, да, будут ли еще истории про теплицы? Все ли теплицы мы использовали? Все, да. Я просто в первый выпуск, когда мы снимали первый вариант этого шоу, этого подкаста, я рассказала другую историю, но это теплицы в Екатеринбурге были. И это было, ну, типа, разочарование, потому что в Екатеринбурге теплицы не такие красивые. И там не было какого-то вида. А вот в Челябинске просто я забыла об этом. Я буквально вчера, мы едем в машине, я говорю, почему я рассказала мне об этом свидании? Я хочу о том свидании рассказать. Он говорит, видишь, почему вы не сняли первый раз идеально? Чтобы ты рассказала о красивом свидании. В общем, я все ждала, когда он мне поцелует там. Такой был момент. Но? Ну, знаешь, он мне потом сказал, что он специально не целовал меня, чтобы мне больше хотелось. Он, блин, еще тот стратег. Что? Ну, реально. Нет, если бы мне это сказали, я бы леща отдала, честно. Да? Нет, ну, реально. Нет, он сказал. Но как? Да в смысле? Чтобы мне больше хотелось, да мне перехочется, я найду, чтобы побыстрее меня поцелую. Мне перехотелось. Знаешь, он... Офигеть. Да-да-да, Денис, он прагматик. Он вообще, он же маркетолог хороший в целом. Он понимает, как заинтересовать. При этом ему-то, конечно, очень хотелось. Ему-то горело. Но при этом он понимал, как строятся отношения, что если ты сейчас слишком перезальешь цветок... У него, кстати, очень много вот из друзей. Он дает им... давал им советы, когда еще сам не был в отношениях. Я такая, что ты там типа мог давать? Он говорит, ну, я понимаю психологию примерно женщин. А я такая, что? Вот он, ну, вспомни нас. И вот он, когда мне это все вскрыл, все вот эти вот моменты, когда мне хотелось чуть больше, а мне не додали. Или я хотела, чтобы не сразу отвечали на сообщения, а он как бы выжидал время. И мне было... ну, у меня было ощущение, что он чем-то еще занят. У нас... Интерактив! Интерактив у нас в данный момент такой. Это блиц. Нужно быстро выбрать и хором назвать ответ. Выберешь ты это или то. Готово? Да. Потом мы можем, например, остановиться на каком-то пункте и его пояснить, потому что будет там что-то интересное вдруг. Или нет. Море или горы? Горы. Будем ждать секунду метра? Или ты заготова? Чтобы хором было. Самолет или поезд? Поезд. Самолет. Сладкое или соленое? Соленое. Квартира или дом? Квартира. Да. И как потом не пояснить твой взгляд людям? Вечер дома с фильмом или выйти потусить? Вечер дома с фильмом. Зима или лето? Лето. Пять детей или child free? Пять детей. Child free, если уже так ставить вопрос. Мы потом можем пояснить. Карьера или семья? Семья. Семья. Да. Пять лет не путешествовать или пять лет не есть сладкое? Вы такое? Да. Пять лет не есть сладкое. Кофе или чай? Чай. Чай. Я тоже скажу чай. Ну типа на постоянную основу я бы не могла выбрать кофе. Хочешь где-то что-то пояснить, дорогая? Почему горы? Почему самолет? Почему мой взгляд? Какой мой взгляд? На твой фильм. На фильм? Квартиру? Да. Ну в общем в первом выпуске, когда мы это снимали, я сказала дом. А потом тысячу раз пришла к тому, что квартира... И долго поясняла почему. Долго поясняла почему. Я сейчас решила уже это не пояснять. Но если кратко, мне хочется свой загородный дом. Но пока у нас эту функцию потрясающе выполняет деревня. И мне хватает этой загородной суеты прекрасной. Возможно, когда у нас будет там пятеро детей из пункта следующего. И захочется уже свое пространство, и деткам надо будет где-то бегать в свой огород и так далее. Через 10 лет мы сделаем это в виде своего участка, своего дома. Но понятно, что сейчас, конечно, это комфортно. Квартира, город, быстрая жизнь. Почему child free? Ну, пять детей. Точнее, с того, что я к 30 годам подошла с ноль. 30 лет сейчас, это вообще начало жизни. Согласна. Но пять это много. Даже в этом. То есть для тебя, например, если бы вопрос так звучал, child free или два ребенка, ты бы выбрала два ребенка? Или в твоей идеальной жизни у тебя вообще, например, один ребенок? Если ребенок, то, наверное, один, да, ну, два. Ну, вообще, двойня. Я тоже хочу двойню. У меня просто в семье двойня есть. У меня тоже. Вот, и так интересно. Ты знаешь, так смешно, если я не додумаю, вот про символизацию ты пытаясь накрутить. Думаю, так забавно, вот мы очень долго не приходим к детям. Да. И вот можем прийти и бац, двойня. Ты знаешь, такая шутка судьбы. Кстати, мы перешли к теме материнства. К теме материнства очень органично, мы, правда, перешли. Но я тебе хотела, знаешь, что сказать? Это тоже в теме материнства. Ты про двойню сказала. Нет. Не противница. Ты сказала про двойню. Я никогда еще никому это не говорила. Но хочешь, я тебе расскажу секрет? К сентябре я ходила к гинекологу, чтобы проверить свою овуляцию. Я ходила на день цикла, который обычно не совпадает с днем овуляции. То есть обычно день овуляции от начала цикла, то есть от первого дня месячных, это 10-14 дней. Ну, у кого как, плюс-минус. В целом, вот это вот окно, да, серединка цикла, оно такое самое, типа, эффективное. А я почему-то чувствовала, что с моим организмом это не так, что у меня что-то не происходит. Ну, во-первых, потому что у нас до этого там 4 месяца было проб, 4 месяца это мало. Это типа ничего. Обычно дают 12 месяцев, да, чтобы просто забеременеть спокойно, здоровым образом. Но что-то мне подсказывало, что у нас должно быть этого прямо в моменте. И я пошла, и очень рада, что пошла к гинекологу, на седьмой день цикла. А у меня всего идут менструации 7 дней. И она говорит, у тебя сегодня овуляция на седьмой день цикла. Тогда, когда мне вообще не хочется, вообще, если честно, вот по факту, по моей системе там жизни, мне, ну, типа, этот день, когда вот у меня все закончится должно, еще пройти 5 дней, вот я тогда буду хотеть примерно. Ну, разная, конечно, бывает ситуация, но просто в целом это завершение какой-то вот. Все равно менструации не очень хочется. Я такая, в смысле, сегодня овуляция? Она говорит, вот сегодня, пожалуйста, вот он, скорее всего, этот фолликул, который созрел, он там лопнет, может, в течение двух часов. Он очень большой. Я говорю, окей, будем знать. И это еще не все. Она говорит, окей, это был левый яичник, а в правом яичнике зреет вторая овуляция. Это означает, что двойняшки, когда вдруг в двух яичниках зреют. Я, я-то просто такая, я чуть ли в слезах, вся такая, у меня все-таки могут быть двойняшки, у меня предрасположенность, правда? Она говорит, у вас хорошая предрасположенность, кто? Я говорю, они как раз через поколение передаются. То есть моя мама и моя тетя, они двойняшки. И у нас, у всех, у детей, моей мамы и моей тети, есть эта возможность. То есть у меня, у моей сестры, у моей двоюродной сестры и еще одной двоюродной сестры. А вот, кстати, интересно, как у нас, у меня, получается, у мамы и у тети выпало бы, что они могут родить близняшек, но они обе не родили близняшек. Это перескакивает дальше, интересно, или нет? Наверное, нет. Через поколение же это передается. То есть у них это в генотипе и ушло до свидания. Ну, я не знаю. Слушай, вообще-то это... Ну, тогда у меня все это. Отмена. Отмена моих близняшек. Это очень интересно. И через месяц, получается, осознавая и зная, когда у меня овуляция, теперь, потому что, простите, мы в холостую пробовали все это время. Вот, представляешь, как важно было мне сходить к этому гинекологу, потому что она даже сначала немножко такая, ну, вы не слишком маниакально подходите к этому, вы стараетесь, всего лишь 4 месяца вы решили отследить свою овуляцию, типа, все в порядке, вы можете стараться еще полгода и только потом задавать вопрос. Я говорю, я чувствую, что что-то не так. Почему с Евой получилось? Первый раз. И она такая, о, очень необычно. Я говорю, вообще, как так может быть? То есть у меня еще, получается, организм не очистился от старого. И такой, я готов! Я хочу формировать новую жизнь. Это очень интересно. Офигеть, насколько все нами вообще не контролируется. Да. Сам по себе. Просто такие пиу-пиу-пиу-пиу, и ты все это время, да, вот в холостую старался. Как раз мы очень мягко, плавно подобрались к теме материнства, к страхам или не страхам, отношению, готовность к детям. Что тебе нравится? Меню. Меню. Меню на сегодня. Кстати, интересно, у тебя есть понимание, у тебя аудитория, они больше именно к ценностям материнства, к детям? То есть они тебе больше задают вопросы про то, что они хотят детей, что это для них важно. Просто представляешь? Чем? Чем что? Чем те, кто, например, не знает, хочет ли он детей, не готов к детям или думает, что может, возможно, быть без детей. А давайте прямо сейчас вы напишите в комментариях ваше отношение к материнству в целом. Но мое такое ощущение, судя по вопросам, по отклику, конечно, что либо это те, кто хотят в будущем, и им нравится, например, мое мировоззрение, как я отношусь к семье, к воспитанию ребенка, к браку и так далее, либо те, кто еще сейчас не хочет, но когда-нибудь, и они прямо так и пишут, что я там сохраняю эти видео на будущее, когда я буду беременна, пересмотреть и понять, как мне действовать, например. Хотя, конечно же, есть и те, кто, ну-ка, опять про детей, и это вообще настолько ок. То есть я всегда же как? Наверняка по-другому бы и не могло быть. Я же, так как об этом снимаю, привлекаю именно таких людей, и sorry. Просто так интересно, что мы с тобой здесь собрались, и у нас разные отношения к детям. Ну как? Я бы не сказала, что в целом разные, то есть у нас сейчас итог разный. То есть у меня к 25 годам, но это же все цифры, это все не так важно. Да и даже на самом деле, если бы ты относилась к детям как-то, ну, не хотела бы их для себя, это было бы тоже, я бы смогла с тобой поддерживать связь и общаться, дружить. Но, наверное, если бы ты прям ненавидела строго детей, там вот мне вот интересно, что, ну, как бы, именно вот, знаешь, child-хейтеры есть, прям не вывозят. Ну, я не встречала вживую таких людей, но вот я помню, ты рассказывала. Да, в Мексике. Если child-free, то окей, ваше решение, ваша жизнь, от этого не меняется мое отношение к тебе. Это, ты знаешь, это как Гринч какой-нибудь. Да, и смотри, у Гринча же была травма. Ну, да. Да, он Рождество тоже не любил, но детки тоже обе сели. А ты помнишь, за что не любил-то? Показали его детство, сирота, что он, и он сам вырос в детдоме, где его никто не забирал. Я у него была счастлива, его две тетушки воспитали потом, они забрали его к себе. То есть они... Я смотрела первую часть. То есть они его аист, его, ну, подожди, это я про книгу, про фильм. Да. Его аист принес к двум тетушкам, не знаю, в каком они были положении, сестры или отношения у них были, или что-то, друзья. И, в общем, они его воспитали, и они ему вообще принесли тарелочку санты, он откусил еще голову этой тарелочке. Они ему принесли тарелочку с печеньем. И когда там дарили подарки, он сделал подарок там девочке. И он побрился, потому что его все стали над ним смеяться, что он ребенок, он уже бородатый. Он побрился. Мы разные фильмы смотрели. Да? Да, фундаментально, сто процентов. Потому что в моей истории Гринча он ненавидел Рождество и хотел его рушить, и все-все-все. И там потом показали его историю, как он вырос в детдоме, и на каждое Рождество эту магию он ждал, а его никто, ни родители не встречали, подарки не дарили. Он возненавидел детский смех, потому что в окно видел, как кто-то радуется, и он, это у него травма сложилась. Есть ли у тебя какие-то страхи или представления, что такое самое сложное, страшное в материнстве может быть? Типа, как, знаешь, разрушение мифа. Я могу сейчас сделать. Или нет, наоборот, сказать так и есть в целом. Я думаю, это мое такое предположение, что две очень сложные вещи. Первое, это когда понимать, что это другой человек, что у него другая жизнь, другое все. Это не ты, как бы, не твоя проекция. Да, это не твои желания, не твои мечты, не твоя жизнь, не твой опыт, все другое. Абсолютно. И второе, что он может быть тебе неудобным. Ну, то есть, он может там захотеть кушать, когда ты этого не знаешь, он закричит в общественном месте, он может бегать. Давай я так скажу, он не может быть неудобным, он неудобен. Да, он просто, это не игрушка, это живой человек. Тебе надо, чтобы он сейчас выполнил режим, почистил с тобой зубы и лег спать. Нет, такого не будет. Слушай, ничего не могу опровергнуть, все таки есть. Но, знаешь, это как, наверное, есть плюсы-минусы всего, и что-то для тебя перевешивает. И поэтому, то есть, не бывает чего-то идеального в жизни, вряд ли, да, мы бы такое прям встретили и столкнулись с этим, или бы нам это быстро наскучило. И получается, здесь ты выбираешь то, что профит тебе приносит как бы больше все-таки. Что вот профита больше, что радости от этого больше, и что плюшек от этого больше. А для кого-то оно не перевешивает. И поэтому, мне кажется, они такие, вообще зачем? Ну, то есть, ты только ухудшаешь себе жизнь, качество жизни, не можешь делать то, что ты хочешь. Еще складывается то, ну, твое воспитание и твое отношение родителей к тебе, какой ты была для них, и как они тебя воспитали, и какие у тебя сейчас страхи относительно того, что ты хочешь что-то повторить, не повторить и вот так далее. Ты знаешь, я очень люблю почему-то слушать подкасты именно про материнство, ну, вообще, про разное. Вот мне нравится один подкаст, называется «Сперва родили», наверное, здесь можно его даже пререкламировать. Просто он очень такой душевный, там, про трех отцов, которые просто рассказывают про свою жизнь. А у них был в гостях мужчина, наверняка, ты его знаешь, у него вообще своя школа. Фамилию ты его, наверное, знаешь, у него своя школа, как в Москве, там невероятная, все от него с ума сходят. И, в общем, там как раз один из отцов рассказывает, что я не могу ребенка просто заставить почистить зубы. У нас невозможно с ним не поесть сладкое, он делает все нам наперекор, и ему этот мужчина-психолог, он говорит, что он будет неудобным. Он ребенок, он человек. Почему у вас нормально относиться к тому, что взрослый делает так, как ему хочется, коллега, друг, он говорит вещи неудобные для тебя, например. То есть ты ему говоришь, а пойдем сходим в кино, он такой, и нет, не хочу в кино, извините, твой партнер, может быть, и неудобный. А почему к ребенку это правило не работает, это же нечестно получается. Ну да, ты думаешь, что все твое решение, оно как бы равно им поддерживается. Да, и он, и то есть ты взрослый, он ребенок, ты ему говоришь, что будет делать, ну так нельзя, так не работает. Слушай, мне кажется, от того, что ты в целом это уже понимаешь, ты уже это прорабатываешь. Ну, действительно, для меня это так работает. Ты, говоря об этом, понимаешь, в тебе видна взаимосвязь эта. То есть многие родители так неосознанно просто бесятся от того, что их дети неудобные, не выполняют там то, что они говорят и так далее. И они это даже не берут в расчет, понимаешь, понимание того. Стретье это не значит делать. Ну все равно это закладывается. То есть если бы я была мамой, может быть, я бы такая, ааа, поджиму ты. Слушай, оно рядом где-то стоит. Я тоже иногда, ааа, а иногда понимаю. То есть, наверное, так, фундаментальное знание есть, да, но не всегда эмоции могут быть ниже этого. Они иногда могут быть выше этого, и тогда разные бывают последствия. То есть достаточно хорошая мама, вот мне очень нравится такая фраза, идеальных не существует. А достаточно хорошая это, ну, она и поряд может, и выйти из себя, и показать, что, блин, разное бывает, и даже где-то неправильно поступить, неправильный пример показать. Кстати, да, я слышала, что даже такие эмоции ребенок должен видеть, что мама плачет, мама нервничает, мама тоже. Мне очень, может быть, всегда идеальная. Да. Мне нравится с Евой потом проговаривать это спустя время. Например, я действительно могу неэкологично проявить свои эмоции, и как-то быть не такой осознанной в моменте, чтобы все разрегулировать хорошо. Ну, иногда прям невозможно это сделать, особенно этот кризис трех лет. И он не сразу наступает, и все, вот только он теперь длится какое-то время, потом заканчивается. Нет. Он приходит, уходит, вот наплывами, то есть нервная система как будто постоянно подготавливает, и обратно он такой нормальный. Нет, это на самом деле не так, конечно, работает, не то, что он нормальный. Просто это тренировка его же нервной системы. В такие моменты вот сильные, яркие, да, когда прям все наперекор, то есть ребенок прям подменяется в один день, это очень сложно вывести. Вот у тебя есть свои планы на день, какие-то ожидания, ты хочешь это, хочешь то. А ребенок сегодня как будто другой, вот был Петя, стал Вася, только выглядит одинаково. Ну, сложно, блин. И, конечно, если ты не врысуешься, то ты можешь по-разному среагировать. Когда я реагирую не очень правильно, как я считаю, мне потом самое плохо, но я всегда возвращаюсь к Еве с разговором. Ева, сегодня я там неправильно сказала, мне просто было неприятно, потому что ты меня не слушала, а мы с тобой торопились или что-то еще. То есть я объясняю, почему я решила, что эмоции могут взять вверх. И она в этот момент, когда говорит, мне страшно было, мне было неприятно, господи, у меня там просто все внутри такая, господи. То есть то, что она умеет это уже проявлять, спустя время у нее тоже отходит, да, вот эта эмоциональность. И ты объясняешь ей с помощью гормонов, это тоже очень прикольно. То есть я просто говорю, Ева, у тебя в определенный момент какие-то гормоны выше других, и они там начинают бушевать и устраивать панику. И она потом спустя время, правда, говорит, это были мои гормоны. Это так прикольно. Ты такой, ну да. Типа ты не сваливаешь на них ответственность, ты просто самому себе объясняешь. Бывает всякое. Но потом вы как бы вот залатаете. Это ведь помнишь, мы с тобой про заплаточку говорили? И от этого, ну, шовчик остается, но все равно, хотя бы не дра. Ну да. В любом случае травмы своим детям мы успеем нанести. И будет зачем им пойти к психотерапевту всегда. Интерактив. Давай. Интерактив последний у нас. Это наши вопросики друг к другу. По одному вопросу, да? Ты меня заинтриговала. Катя в самом начале сказала, что это какой-то интересный вопрос. Ну как, я не могу сказать. Я не знаю, насколько он интересный. Возможно, этот вопрос просто не мой повис в воздухе. Не мой. Смотри. Не мой. Не мой. Не твой. Не мой. А? Подловила. В общем, ты очень интересное направление решила сделать новую ветвь в своих видео. Когда? Вот сейчас. А, прямо в данный момент мы вершим историю. И ты хочешь приглашать разных людей. Из разных сфер. Это будут знаменитые люди, там, блогеры, может быть, может быть, какие-то эксперты, может быть, вот такие люди, как я. Ну, то есть, неизвестные не эксперты. Почему твое первое видео, это, получается, отправная точка, а самое важное видео, пилот. Начался с человеком, который неизвестный ничего. И, знаешь, у меня тоже такое было немного ответственно, мне волнительно. Я не хочу подвести ни тебя, ни людей. Мне хочется что-то как-то, чтобы было резать салатики поинтереснее. Вот именно поэтому и пригласила. Потому что мне хотелось обычного живого разговора с человеком, с которым интересно разговаривать. Я вообще хочу снять эту пелену с глаз, что блогеры это какие-то особенные люди, знаменитости чем-то ценнее. Да, у меня было бы сейчас больше просмотров на этом видео, 100%, если бы я пригласила какую-то известную прям личность. И, возможно, она бы согласилась, ей было бы тоже как-то интересно это сделать. Но мне было бы, может быть... Пользуясь случаем, мы пригласим Ирину Понарошку. Ирину Понарошку? Ирину Понарошку. Да, я просто поняла, что я подписана в целом только из людей, на которых мне интересно смотреть не только потому, что это мои знакомые, а потому, что это чужой человек, но интересно мне, это Ирину Понарошку. Пользуясь случаем, поддерживаясь, Сашеньку. На самом деле, да, я ни в коем случае себя здесь не обесцениваю, что она бы ко мне не пришла, что-то еще. Но надо понимать, ты посмотри, какой у нас вообще формат. Нас снимают штативы, у нас здесь нет оператора, у нас здесь нет звукорежиссера. И я специально так сделала, чтобы мы могли свободно болтать, чтобы это было что-то лайтовое. У меня было интервью на канале с Долой, как вы помните, я снимала. Это были абсолютно другие условия, я там просто села как героиня. Вокруг нас сидели куча камер и звукорежиссеры, операторы, микрофоны. Все было круто, качественно, профессионально. Но мне формат этот чутка не зашел тем, что я не чувствовала себя дома на кухне так хорошо. Но это и не такое видео было, это было экспертное видео. Да, разные форматы. Мне хотелось сидеть на мягком диване в своей обстановке. Ну, даже если было сейчас, мы на студии были бы, мы были бы все равно, если одни, мы бы расположеннее были к этому. Чем там сидит чувак, который нас слушает, проверяет, смеется такой, свидание на крыше. Ну, например, мне без разницы, кто там посмеется. Но меня бы в моменте это точно как-то ограничивало, возможно. И тебя. Меня бы 100%, даже больше. Потому что у меня опыта меньше, наверное, и так. Я не знаю, что я с этой буду рубрикой делать дальше. То есть я не знаю, кого я буду приглашать. Но мне хотелось поговорить с тобой. Мне захотелось поговорить. Да, я бы со всеми своими близкими, друзьями, с удовольствием поговорила. И это же, видишь, мы темы поднимаем, которые касаются каждого в жизни. И также это лишний повод вам, например, задуматься, а что я считаю, полагаю, думаю на эту тему. То есть мы сейчас обсудили три таких большие, глубокие, фундаментальные темы, которые касаются всех. Особенно Новый год. Мне хотелось, короче говоря, и себя таким образом тоже раскрывать побольше. Потому что со своими-то людьми я тоже более открытая, раскрепощенная. И, в общем, мы болтаем на важные темы. И раскрывается и моя личность, и просто личность близкого мне человека. А у меня к тебе, знаешь, какой вопрос? Я тебе никогда не задавала это. Первая наша с тобой встреча. Какая у тебя была первая мысль обо мне? Какая я? Что ты обо мне подумала? Ну, надо, наверное, ввести в курс дела, да? Как это было? Саша сделала объявление о том, что ищет помощницу. И я написала письмо. Подожди, подожди. Ты сейчас должна была быть на той стороне, которая проверяет, например, звук или видео. А, это же. Потому что я искала себе человека, который будет помогать в разных вопросах с фото-видео. Вот я и налажала. Где там люди, Катюша? Почему ты сидишь? Согласна. Видишь, я пробралась чуть дальше своих обязанностей. В общем, да, мы из таких рабочих отношений... У нас не срослись рабочие отношения, у нас как-то... Дружбу. Да, и... Я себя сразу же с собой поговорила о том, что я буду себя вести как нормальный человек, не фанатка. Ну, то есть я за тобой смотрела, да? Ты блогер, который мне очень нравился. И, конечно, для меня встреча с тобой, это было что-то такое невероятное, особенное. И я вот шла и думала, там, Катя, давай спокойно, ей скажи привет. Ну, то есть, знаешь, там, не надо прыгать, фоткай. То есть для меня это было прямо очень важно показать тебе, что у меня задача не такого... Сейчас я всем расскажу в автомате, смотрите. Ну, потому что это такое... Ценность же все равно в том, чтобы показать, что тебе важен человек. Я помню, я тебя увидела, и ты такая... Привет! И пошла ко мне обниматься, и я такая... Зачем? Я была в шоке, представляешь? Я настолько не ожидала, ну, то есть у меня в жизни вообще такого не было. Я всегда привыкла, потому что со мной здоровается, там, привет, и потом, да, мы можем другу позволить. А ты сразу такая, привет! И я такая, что делать? Это все сломалось. Она меня обняла. Вова, то самое смс, пришли его сейчас, как будто мне нужна помощь. И тебе нужна помощь, я уйду. Я, да, я, знаешь, я реально, я не знала, как... То есть я такая, ого, супер, все, классно. То есть я не знала, как мне разговаривать, что все равно волнительно очень было. Но вот было ощущение, что я другая на камере и в жизни? Нет. Нет? Нет. Вообще? Нет. О, приколдесс. Ну, то есть абсолютно так же. Я тебя благодарю за то, что мы с тобой открыли эту рубрику. Я не знаю, что из нее действительно получится. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Вообще, вот все принимаю. Прям, знаете, покритикуйте, скажите, что можно улучшить, что добавить, что убрать. Я буду рада вообще любым комментариям. Готова заранее на хейт, неэкологичное высказывание своих эмоций, впечатлений. Я готова. Потому что мне действительно интересно развивать эту рубрику и делать ее для вас тоже более полезной, классной. Ну, я и не буду читать комментарии, наверное, мне очень страшно. Но мне Вова сказала, что он прочитает все за меня и мне передаст. Ну, мы же с вами душки. Ну, это значит... Душнилые душки. Я душнила. Ну, вообще, я, конечно, вообще в восторге. Я уже дважды в этой рубрике. Да-да-да, точно. Огромное спасибо вам, Сашеньке, за то, что позволили мне осуществить свою маленькую мечту. Побыть в таком формате. Ну, класс, я рада. Знаешь, что-то такой прям... Новый год начался с нового эксперимента, опыта. Класс. Да. Я надеюсь, что это было по крайней мере не душно. В этом я убеждена, если честно. Чин-чин.